БРИКС это пока что на сегодняшний день достаточно такой размытый аморфный союз, который объединяет страны в первую очередь исходя из их экономических интересов. Современные три нации, которые выросли из одного исторического корня. И куда бы мы ни делись, Киев это и мать городов русских, и мать городов белорусских, и мать городов украинцев. Беларусь не говорит о том, что она создает новые бригады на границе с Польшей. Мы же такого не заявляем. Беларусь не говорит, что она в ближайшие несколько лет готова увеличить свою армию до непомерных размеров, хотя оно, наверное, стоило бы. За годы независимости как-то странно оказалась воспитана часть нашего молодого подрастающего поколения, которые не совсем поняли, что они творили. Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. 9 часов 8 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и, конечно, слушайте нас на Альфа-радио. Мы начинаем. В гостях у нас сегодня декан факультета журналистики БГУ Алексей Викторович Беляев. Алексей Викторович, доброе утро. Доброе утро. Доброе, бодрое. Рады видеть вас в нашей студии. Предлагаю начать с глобальных тем, которые были в центре внимания последние дни. Сегодня в Йоханнесбурге завершается саммит БРИКС. Наша страна впервые принимает в нем участие. И очень много действительно было новостей. Наверное, центральная вот такая вот повестка, о которой говорили не только о взаимодействии и сотрудничестве с африканским континентом, хотя это, безусловно, важная тема. Но, наверное, в центре внимания вопрос расширения организации, как заявили власти ЮАР, 22 страны уже подали заявки, 40 выразили желание присоединиться, учитывая, что нынешний БРИКС это уже почти треть мирового ВВП, 26% суши и 42% населения Земли. Вот если гипотетически... Это пять стран, да. Только пять. Только пять стран, да. Если гипотетически представить, что БРИКС еще больше расширится, это вот и есть тот самый перелом переформатирования мира? То есть большая семерка уже может... Во-первых, Полина, надо, чтобы наши слушатели себе хорошо поняли, что такое БРИКС, да. БРИКС это пока что на сегодняшний день достаточно такой размытый аморфный союз, который объединяет страны в первую очередь, исходя из их экономических интересов. Ну, а мы знаем, и наш президент всегда обращает внимание, что экономика это всегда первично. Дайте экономику и это вам все остальное. И когда создавался БРИКС, он же вначале даже был объединением четырех стран, Южная Африка чуть позднее присоединилась, да. Так вот, четыре крупнейшие, по сути, экономики мира, не западные, это Китай, Индия, Россия и Бразилия, вот они объединялись для чего? Они уже тогда, в 2006 году, предчувствовали, что... И не предчувствовали, а на себе ощущали, что на самом деле вот эта экономическая гегемония Запада, которая заключается в первую очередь в сохранении своих неоколониальных сущностей, да, когда западные страны все равно рассматривали весь остальной мир в качестве своего заднего двора, своего какого-то рынка сбыта и дешевого источника сырья, рабочей силы. Такая модель уже 20 лет назад никого не устраивала. Поэтому начало создаваться новое объединение, но которое при этом очень внимательно смотрело на и учитывало негативные моменты в возможностях международного сотрудничества, которые были созданы Западом. Поэтому, когда БРИКС создали, то создали его, во-первых, не как политический все-таки, а как экономический союз. Вот. БРИКС на сегодняшний день не имеет таких четко выраженных особых надгосударственных, наднациональных органов управления, да, в отличие, например, как, когда создавался Евросоюз, они создали, собственно, Европарламент и Еврокомиссию, она же Европравительство. Вот. Если мы говорим НАТО, то там военный, явный военный союз военно-политический тоже со своим явно выраженным секретариатом, генеральный секретарь НАТО, ООН, если мы говорим в целом, международная организация. Ничего вот такого, никаких надстроек нету. БРИКС – это место, где лидеры государств договариваются напрямую. Причем, что интересно, там как бы формирование общего мнения происходит не путем принуждения, не путем голосования, когда там, например, три за два против и принимается решение, но двух оно не удовлетворяет. Решение в БРИКС принимается путем консультации и стопроцентного согласия всех участников. Поэтому, несмотря на вот эту аморфность и размытость как бы внешнюю, да, у БРИКС очень много строилось на личных связях между лидерами государств, очень много строилось на постоянной, каждодневной работе. И сейчас вот те результаты, которые есть, когда эти страны добились для себя выгодных, с точки зрения экономических отношений, выгодных позиций. Конечно, важный вопрос. Вот при расширении БРИКС, а то, что БРИКС будет расширяться, тоже было понятно. Потому что эта структура показала уже себя за почти 20 лет, как стабильное, устойчивое, растущее экономическое образование. И это государство, в которое входят экономики, которые на сегодняшний день демонстрируют, в отличие от Запада, от G7, демонстрируют устойчивый постоянный рост. И перспективы есть. И сейчас мы видим, что фактически в этот третий мир, или в страны глобального юга, переместилось внимание и экономические векторы в основном туда направлены, и глобальная Азия сегодня уже выступает в качестве производителя более чем половины мирового ВВП, то есть превысила уже глобальный Запад. Поэтому, конечно, к любому развивающемуся и выгодному, и показывающему динамику в развитии Союза всегда будет много желающих присоединиться. И вот сейчас вот этот главный вопрос. Сегодня, по идее, должны, как вчера был инсайд, что сегодня должны лидеры БРИКС объявить о нескольких государствах, как уже предполагается по инсайдам, пятерка государств выделена, которые имеют возможность в ближайшее время стать членами этого Союза. Не сегодня их примут, не в четверг, а будет заявлено о том, что у этих стран наиболее лучшие потенциальные позиции для вхождения в БРИКС. Что это значит? Это значит, что какая-то, конечно, процедура будет введена, будет какой-то момент, связанный с формальным включением, формализация должна быть этих отношений. А дальше, конечно, присоединение, как планируется, например, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, крупнейшие производители нефти, вдобавок к России, которая уже состоит в этом Союзе, и крупнейшие потребители нефти, Китай и Индия, которые сегодня используют эти энергоресурсы. Конечно, это значительно увеличит потенциал экономический БРИКС. И вот мы говорили, что там четверть или даже треть мирового ВВП, ну, там, по прогнозам МВФ, треть должна быть достигнута к 2028 году, но уже фактически мы говорим о том, что это может быть превышено в ближайшие годы. А вот если говорить о Аргентине, которая планируется тоже к присоединению к этому Союзу, ну, это что? Это крупнейшие страны. Мы видим, что расширяется, безусловно, география, да? Там Бразилия, Аргентина, Латинская Америка, Китай, Индия представляют Юго-Восточную Азию, теперь если присоединятся там Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, то это будет кусочек еще Ближнего Востока. Африка, Южная Африка представлена, и там уже мы говорим о возможности присоединения Египта или Алжира. То есть Африка будет уже с двух полюсов как бы охвачена, и она будет включать в себя постепенно всех остальных членов Африканского союза и Африканского континента. Ну и давайте вот то, что для нас очень важно, то, что мы впервые, вы сказали, присутствуем официальной делегацией на БРИКС, то, что Беларусь выразила совсем недавно по политическим меркам, там весной, в конце весны выразила желание, в начале июня 6-го числа были вручены, точнее июля, были вручены официальные ноты Бразилии, как хранителю всех депозитных документов по БРИКС, и смотрите, что мы полтора месяца уже конкретные действия, уже наша делегация там, уже проведена масса переговоров, уже поля БРИКС используются не только для, собственно, внутри БРИКСовской договоренности, а наш министр иностранных дел побеседовал с представителями, руководителями иностранных ведомств целого ряда государств других, то есть мы используем эти возможности для нашей международной дипломатии. Конечно, для Беларуси тоже вопрос включения в состав БРИКС, это вопрос только времени. Понятно, что может быть не сейчас, но мы как раз, если смотреть по логике развития, то мы, наверное, должны быть следующими, потому что мы европейская, по сути, единственная полностью европейская страна, Россия, она как бы евроазиатская, Беларусь единственная европейская страна, которая сегодня в этом союзе представлена. И при этом, конечно, наверное, и самому союзу было бы тоже интересно, чтобы был у нее такой географический представитель. Так что, да, расширение БРИКС идет, увеличение его экономического потенциала идет, вслед за увеличением экономического потенциала, безусловно, будет усиление политической роли и влияния. Тем более, что БРИКС, как мы вот видим, он рассматривает себя как союз, именно стремящийся учитывать интересы всех своих членов, всех своих участников. Это очень важно в современном мире, где вот эта поляризация очень сильная, где давление со стороны гегемонов и желание выстраивать именно честные союзы, союзы с инклюзивным включением всех в принятие решений, где БРИКС как раз демонстрирует, наверное, новый уровень и ранее невиданный пример подобных союзов. Вот это будет к нему привлекать и будет способствовать его дальнейшему усилению. Спасибо огромное, Алексей Викторович, за ваше мнение. Вот следующая тема, тоже вопросы интеграции, которые сегодня, ну, наверное, как никогда актуальны. Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко направилась в Армению. Там сегодня пройдет внеочередное заседание Евразийского межправсовета. И вот как раз, опять же, интеграция в рамках ЕС будет обсуждаться. Вот глава государства давно призывает, чтобы мы были более, скажем, теснее работали. Понятно, что союзное государство и вообще, в принципе, как структура, она является собой вот такой вот уже довольно положительный и крепкий пример. Мы видим, как сотрудничество развивается сейчас в промышленности, импортозамещение, вот ряд вот этих моментов. Можем ли мы стать вот таким вот ядром, по сути, в ЕС для того, чтобы другие наши партнеры как-то подтягивались, перенимали этот опыт, присоединялись? Ну, тоже. Евразийский экономический союз начался не сегодня, да? Мы тоже его уже развиваем больше 20 лет. Евразийский экономический союз это тоже объединение, которое имеет и давний корень, недавнюю историю. Все члены ЕС, их тоже сейчас пока 5, да? Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, да, и Армения. Значит, вот эта вот пятерка на постсоветском пространстве, которое уже все меньше и меньше постсоветским называют, а уже называют именно евразийским пространством скорее, да? Вот она демонстрирует, что в сложных тоже условиях и в условиях и внешнего давления, и определенных внутренних каких-то моментов. Каждой стране своя политика, особенно политика национальных интересов, стала выделяться, когда после распада СССР каждое государство старало строить свои какие-то национальные модели политического и экономического развития. Тем не менее, что Евразийский экономический союз нам показывает? Что страны тоже с очень разным и политическим устройством, с очень разным экономическим потенциалом, потому что не сравнить там Россию, например, и Киргизию, да? Или даже если мы берем там две страны, у нас большие хорошие дружеские отношения с Казахстаном, но Беларусь и Казахстан как две страны постсоветские. Казахстан, конечно, превышает нас по размеру территории, по размеру там населения, но оказывается, что в Беларуси есть что предложить Казахстану свои технологии, свои машины, свои, в общем-то, высокотехнологичные продукты, которых Казахстану явно не хватает. То есть вот это все говорит о том, что всегда можно находить интересы, тем более для стран, которые находятся в одном регионе, это очень важно. Одно дело дружить там с Южной Африкой или с Бразилией, которая вообще на других континентах, а другое дело дружить странам, у которых есть общие исторические корни, у которых есть множество личных связей, в которых сохранились еще элементы когда-то бывшей единой советской экономики, и связи эти мы возрождаем и устраиваем новые. Поэтому вектор ЕС, он никуда не делся. То, что сейчас совпали два интеграционных таких крупных мероприятия и саммит в Йоханнесбурге, и саммит, ну не саммит, а межправительственный совет в Армении, ну совпали так. Но дело в том, что у нас-то есть программа, мы туда едем, и наш премьер-министр едет в Армению не просто так. У нас есть очень четкие показатели, у нас есть четкие маркеры, у нас состоит задача к 2025 году создать в рамках ЕС общий рынок электричества, общий рынок товаров и услуг, общий рынок углеводородов, общий вообще энергетический рынок, что очень важно, энергетика в современной экономике, это база. У нас это все уже было заявлено. Сейчас 2023 год, который уже в середине находится, то есть до завершения этих программ интеграции осталось не так много времени. Поэтому, конечно, надо сверить часы, надо посмотреть, что сделано, что не сделано. В той же, например, в российско-белорусском сотрудничестве, в том же, да, было заявлено о том, что возможно ускорить эти процессы. Мы уже говорили, что 2023-2024 год могли бы стать моментами, когда мы уже создали единый энергетический рынок, и вот мы к этому должны стремиться. Нам мешают, да, безусловно, на этот союз очень много нападок, очень много усилий прикладывают со стороны Европы, США для того, чтобы разладить отношения, чтобы помешать. Но мы, несмотря ни на что, да, идем и очень достаточно так хорошо идем внутри этого союза. У нас и двусторонние связи активизируются. Например, вот за позапрошлый год, если сравнить, и за прошлый год, если сравнить белорусско-армянскую, например, торговлю, да, вот наш премьер-министр едет сейчас в Армению. Вот я беседовал с уважаемым господином послом Армении, Размиком Картачаном, значит, Размиком Хумаряном, да, он сказал, что у нас многократно выросло это сотрудничество, несколько раз за один год. И это не предел, это такой серьезный потенциал у нас есть. То есть, несмотря на то, что по потенциалу та же небольшая, казалось бы, Армения, которая еще и географически изолирована, не имеет там ни путей выхода морских, и нету прямых сообщений без посредников через территории, тем не менее, мы с ней можем налаживать отношения, развивать, и у нас есть перспективы в несколько раз нарастить за год. Что касается других стран Евразийского экономического союза, то тут вообще, как говорится, поле открытое, да, а тем более, вот вы говорили, Союз Белоруссии и России, как тоже один из таких проектов, использующийся, ну, может быть, в качестве экспериментального поля взаимодействия, сотрудничества. То есть, две страны, Беларусь и Россия, объединенные в рамках союзного государства, потом экстраполируют достижения в рамках этого союза на Евразийский экономический союз, плюс потом мы же видим, что Беларусь и Россия являются членами других союзов, вот Беларусь присматривается к БРИКС, Беларусь практически уже на полпути в ШОС, где тоже присутствуют наши партнеры, которые нас там полностью поддерживают, там и их, то здесь масса существует разных форматов объединений. Самое главное, мы должны понимать, что эти все объединения строятся не просто для того, чтобы поговорить, а это как раз конкретные пользы для нас, это конкретные рабочие места, это создание новых производств, это получение новых рынков с бытопродукции, это получение, возможно, новых технологий или возможность нам продажи наших технологий. Это развитие научного и технического сотрудничества. То есть здесь огромное поле взаимодействия, которое нам, безусловно, приносит выгоду. Спасибо огромное. Алексей Викторович, сегодня глава государства поздравил братский украинский народ с Днём независимости. Вот в сообщении президента упоминается о том, что многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении, и вот эту всю эту связь мы сохранили. И вот по сегодняшний день нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям. Отмечается, что мы вот вместе боролись мужественно с фашизмом и отстраивали наши страны после того, как распался Советский Союз. И глава государства обращает внимание и акцентирует на том, что мы должны, я процитирую, мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого всё необходимое, и даже больше верю, что нам это по силам. По силам ли нам это, учитывая то, что происходит? Ну, то, что происходит, безусловно. Мы видим, что то, о чём глава государства в своём сообщении говорит, в своём поздравлении, абсолютная правда. То есть мы, во-первых, белорусы, украинцы и русские, что бы там ни говорили, народ из одного корня, или современные три нации, которые выросли из одного исторического корня. И куда бы мы ни делись, Киев — это и мать городов русских, и мать городов белорусских, и мать городов украинских. Это колыбель вот этой вот православной, восточно-славянской или условно-русской цивилизации, если мы берём в самом широком, как суперэтнос. Очень, конечно, печально, что нынешние политические элиты Украины оказались под властью каких-то иллюзорных взглядов. Они почему-то решили, что могут разорвать тысячелетиями существовавшие связи, что они могут их, беспардонно, за несколько лет разорвать, уничтожить, выйти из всех соглашений, и что при этом они тут же присоединятся к какому-то другому цивилизационному потоку. Это всё надо чётко себе представлять, что это такое дьявольский морок какой-то на самом деле, потому что никогда такого не будет. Сколько уже было этих игр геополитических, сколько было попыток украинские земли так или иначе оторвать, частично ли, полностью ли оторвать от этого цивилизационного, православного, восточного мира. Но всё это в конечном итоге терпело поражение. И сейчас потерпит. Вопрос в том, что как раз белорусский президент предлагает, и уже не надеясь на разум тех политических лидеров украинских, которые сегодня стоят у власти, он обращается же не к ним, он не Зеленского поздравляет как главу государства, он поздравляет именно украинцев как народ. И мы видим, что действительно народ сегодня, оказавшийся в очень тяжёлой ситуации, братоубийственная война, которая идёт, она идёт. Это, конечно, большое горе, что нас в эту войну втолкнули, по крайней мере, две нынешние нации из общих трёх в этой войне участвуют очень активно, и очень активно стали друг друга на ментальном уровне каком-то ненавидеть и желать друг другу смерти. И это всё плохо. Это очень плохо в целом для нас. И вот как раз президент говорит о том, что мир всегда возможен. Но для того, чтобы этот мир был возможен, надо что-то делать. Вот Беларусь делает. Как только начался сам конфликт в 2022, первыми, кто вышел с предложением, давайте устроим переговоры, была Беларусь и предоставила площадку, и два раунда переговоров... Ну, ещё и в 2014-м мы ещё... Да, я хотел сказать, да, что ещё ранее, когда вопрос был о подписании Минских соглашений, выступила Беларусь в этом плане. И сейчас постоянно мы предлагаем. И наш президент, вот в недавнем интервью, что же он отмечал, ну, миротворческая позиция Беларуси, я не знаю, что ещё надо сделать, чтобы показать, что мы за мир, что мы готовы предоставить себя как площадку, мы готовы участвовать в выработке политических решений, военных решений. Ну, надо как-то этот вопрос решать. Что делает Украина? Они принимают сейчас закон о том, что невозможно никакие там территориальные уступки, то есть невозможно заключение мира с лишением Украины части каких-то территорий. Но фактически мы сегодня понимаем, что это значит, украинское нынешнее правительство не готово к мирным переговорам, потому что любые переговоры – это всегда какие-то уступки. Вопрос того же, например, Крыма и Донбасса – это вопрос, который связан с территориальными уступками. Если вы заранее говорите, что мы ничего не будем делать, ну, значит, вы не хотите решить самый главный вопрос – сохранение жизней. Алексей Викторович, вот недавно давал интервью агентству Reuters глава Национального бюро безопасности Польши Яцек Севера, и речь шла о том, что необходимо объединение руководства различных видов вооруженных сил Польши. Это якобы позволит облегчить координацию действий с другими войсками НАТО на восточной границе Альянса. И я позволю себе процитировать этого человека. «Адаптация к угрозам и рискам, которые исходят со стороны Беларуси, очень важна», – подчеркнул он. «Наша страна, которая открывает двери, которая без виз, которая никому ничего не угрожает, которая не возводит никакие стены. Тем не менее, в Польше заявляют, что мы представляем некие риски, некие угрозы, поэтому вот здесь нужно вот уже все, что можно усилить, углубить и так далее». Ну, что по этому поводу хочется сказать? Конечно, во-первых, с одной стороны, каждое государство имеет право на защиту своей территории, имеет право на своей территории для этой защиты делать все, что оно считает нужным. Поэтому, с одной стороны, это право польского правительства увеличивать свою армию, размещать ее на своей территории, там, где они хотят. С другой стороны, мы всегда должны понимать, что любое действие, любая военная движуха, перемещение войск, мобилизация или какая-то модернизация армии, закупка нового вооружения – это всегда будет рассматриваться твоими соседями, в первую очередь, под очень таким большим увеличительным стеклом, и будет рассматриваться как раз с точки зрения своей безопасности. Отношения Белоруссии и Польши. Польша, которая в 40 раз по численности населения больше Белоруссии. Польша, которая уже заявила о том, что она будет создавать, уже сейчас ее армия в 2-2,5 раза выше, чем белорусская, и они собираются увеличить ее до 300 тысяч человек и превысить ее, белорусскую армию, в 4 с небольшим раза. Польша, которая размещает на своей территории уже давно иностранные воинские контингенты, в частности, разместили у себя американскую базу, которую они очень сильно добивались. Польша, которая уже много лет назад выступала с идеей «Они перенесите ли вы к нам свое ядерное оружие, дорогие господа американцы». Польша, которая активно участвует во всех военных учениях НАТО, сопрягается, так сказать, сопрягает свои вооруженные силы с другими воинскими контингентами НАТО, с одной стороны. Что должна в этом плане, и как должна действовать в этом плане Беларусь, видя, что там сотни танков «Абрамс» закупаются, что Польша нацелилась на американские истребители новейшие, видя, что Польша перебрасывает в последние дни, какие-то звучат странные цифры, то тысячу человек дополнительно на границу, то уже четыре тысячи, то потом десять тысяч. Как мы должны расценивать, да, и что мы должны в этом плане делать? От кого исходит угроза? Беларусь не говорит о том, что она создает новые бригады на границе с Польшей. Мы же такого не заявляем. Беларусь не говорит, что она в ближайшие несколько лет готова увеличить свою армию до непомерных размеров, хотя оно, наверное, стоило бы. Вот Беларусь, даже заявляя о том, что мы у себя размещаем тактическое ядерное оружие из России, Беларусь это все сделала, как говорится, в ответ на эти недружественные действия. Мы постоянно слышим, не мы говорим, что мы хотим там куда-то пойти, или не мы говорим, что Польша нам там прям... Мы же не делаем откровенных таких заявлений, вы в прямых эфирах, наш глава государства не говорит, что вот Польша собралась на нас войной. Раз они увеличивают так свою армию. Хотя фактически мы можем сделать такие выводы. Почему-то риторические приемы вот эти вот звучат, обвинения других в том, что ты делаешь сам. Вот, собственно, со стороны польского правительства такая риторика идет, обвиняя других, в первую очередь Беларусь, в некой внешней угрозе, причем, что потенциалы несопоставимы, скажем прямо. Да, если бы сумасшедшая Беларусь решилась напасть на Польшу, забыв про пятый пункт устава НАТО, когда все остальные страны должны вмешаться, включая те же Соединенные Штаты с их ядерным потенциалом. Ну, представить себе сумасшедшую Беларусь, которая решилась бы в таких условиях какие-то против Польши предпринимать конкретные военные действия, мне очень сложно, невозможно. А Польша, видимо, хочет, потому что у польского государства на сегодняшний день во главе польского государства стоит та часть польских элит политических, которые вот эти, на самом деле, реваншистские планы давненько вынашивают. Нельзя сказать, что это мнение всего польского народа, но есть определенная часть польского, особенно политического истеблишмента, который все время вспоминает, вот, там, Крессовсходни, Западная Беларусь, Западная Украина, а вот хорошо бы вернуть, а вот какие-то у них там мечты влажные о создании Междуморья, где Польша будет играть в союзе государств между Балтикой и Черным морем ведущую роль. Под это они все и подстраивают. Плюс выборы, которые сейчас на носу в Польше, и надо показать, с одной стороны, некую опасность внешнего врага, чтобы все сплотились вокруг своего руководства, а якобы только это руководство и может решить эту проблему. Тоже не надо забывать. То есть такие показные шаги являются частью политической кампании предвыборной. Демонстрируют, с одной стороны, нагнетают вопрос угрозы, которой на самом деле нет и быть не может с территории Беларуси. С другой стороны, оправдывают свои предыдущие действия, свои военные расходы. И с третьей стороны, это вопрос мобилизации. Мобилизация электората под воздействием внешних угроз. Голосуйте за нас. Мы вас единственные, кто спасем. То есть все это в комплексе надо рассматривать. Безусловно, что для Беларуси, опять-таки, мы говорили неоднократно и польскому государству, что мы готовы вести диалог. Вот то, о чем вы тоже в начале своего вопроса говорили. Наша безвизовая политика, открытие границ, которые мы открываем, они закрывают, где они пытаются все время перекрыть все возможные пути, все возможные контакты, потому что люди приезжают и видят правду. Это такой момент, конечно, на совести польского правительства, в первую очередь. Алексей Викторович, вы вот упомянули о предстоящих выборах в Польше, но у нас тоже не за корами. Серьезная электоральная кампания. И вот достаточно же вспомнить 20-й год. Кто прикладывал к этому руку, и мы видим, что сегодня очень многие из всех, кто уехал из страны, кто занимался здесь противоправной экстремистской деятельностью, они находятся как раз на территории Польши, и вот по периметру Беларуси. То есть у них не только, как вы выразились, вот эти вот влажные мечты территориальные, но очевидно, что... Качать Беларусь, качать Беларусь, это у них национальные такие забавы. Причем мы видим, как используются страны Восточной Европы, новые члены НАТО, как они используются беззастенчиво самым главным своим заокеанским руководителем из Вашингтона, руководятся все эти компании, деньги в конечном итоге на различные фонды беглых, на всякую спонсорскую помощь, на создание различных террористических групп и их подготовку. Деньги эти в конечном итоге идут из-за океана, всякие фонды USAID и тому подобное. А задача стоит, да, однозначно, это раскачивание ситуации в Беларуси. Всегда в политике наиболее удобным моментом для каких-то турбулентностей политических являются предвыборные кампании, избирательные кампании, потому что в этот период активизируется публичное поле, оживляются все участники внутренней и внешней политики. Можно делать массу заявлений, появляются какие-то непонятные кандидаты, которые озвучивают непонятные иногда моменты. И, конечно, мы видим, что желание, которое было в 2020 году, оно было и раньше, но в 2020 году это было уже такое достаточно мощное давление на нашу страну. По каким-то там своим внутренним моментам они почему-то решили, что настало удобное время превратить Беларусь вот в кусочек этого междуморья, присоединить его к общей этой натовской коалиции. И в результате, конечно, мы наблюдали очень серьезное масштабное давление на нашу страну в 2020 году, которое сейчас, по прошествии многих лет, тоже будут пытаться осуществлять. И, конечно, у нас предвыборная кампания будет сейчас буквально по единому дню выборов в парламент и в местные советы, а потом через год нас ждет уже и президентская кампания. Конечно, будет использоваться Западом этот период для того, чтобы нагнетать страсти. Будут использоваться вот эти самые беглые, которые сегодня сидят там на голодном пайке, и поэтому за копейки готовы выполнить любые самые грязные задания, не понимая, что они на самом деле работают против своей страны, против народа. А некоторые, может, и понимают, просто уже настолько они абсолютно далеки от интересов Беларуси, не понимают, что такое государственный интерес, путают его со своим личным. Конечно, все эти пятые колонны, затаившиеся там, они будут подкармливаться, будут использоваться, но мы это тоже понимаем, и к этому должны быть готовы, и мы готовы. Но при этом мы всегда демонстрируем, что как раз-таки не со стороны Беларуси идет это давление. Мы сейчас не пытаемся вмешиваться во внутрипольские выборы, не пытаемся там продвигать своих пробелорусских кандидатов, не пытаемся там вбрасывать компромат, не пытаемся устраивать у них волни, ничего этого у нас нету, и не было, и не будет, потому что мы работаем в другой парадигме международных отношений. У них, к сожалению, это для них уже привычная такая форма борьбы, вмешательства во внутренние дела государства, но мы считаем это неприемлемо. Спасибо огромное, Алексей Викторович. Вы представитель сферы образования. Тема вот через неделю уже, 1 сентября, новый учебный год стартует, и тема вот сейчас на такой, на повестке, что называется, в топе, учитывая, что на прошлой неделе прошло довольно такое серьезное, жесткое разговор у президента совещания. Вчера состоялось заседание Совета Министров, как раз после данного этого совещания, недостатки были озвучены, ну вот разбирали все, действительно, начиная от пособий, питания, безопасности, в общем, все вот эти вот моменты. Ну, вопрос, наверное, такой, почему столь пристальное внимание системе образования, может быть, как раз цепляясь за предыдущую тему, о которой мы с вами... По целому ряду причин. Безусловно, во-первых, система образования, это всегда, я бы так сказал, государство, образующая система. То, что человек в ходе образования и воспитания, это очень важно, да, ведь система школьного образования, вузовского образования не ограничивается только передачей знаний. Это еще в первую очередь вопросы воспитания, воспитания того же патриота, гражданина своей страны, искреннего за эту страну переживающего и старающегося сделать для нее максимально много. И при этом часто бывает, что патриотизм там кем-то не так понимается, да, то есть тут очень важно направить, очень важно детям, которые легко поддаются разного рода воздействиям, очень важно для них, для детей, для этих, определить, что хорошо, что плохо, где черное, где белое, расставить акцент, потому что они, к сожалению, еще сами в этом могут не разбираться. Поэтому с этой точки зрения, да, как мы воспитаем человека, такого мы потом получим гражданин, и так он будет к этой стране относиться. И мы видели, что, к сожалению, за годы независимости как-то странно оказалась воспитана часть нашего молодого подрастающего поколения, которые не совсем поняли, что они творили. Поэтому сейчас этому вопросу уделяется очень большое внимание. С другой стороны, ну, чисто по-человечески, как вы думаете, отрасль, в которой как минимум миллион человек садятся за парты, только за парты в школы, а еще у нас там порядка 200 тысяч студентов, а еще у нас есть учителя, профессорско-преподавательский состав, которые задействованы, работают. То есть у нас в образовании там четверть населения страны задействована, если уже так говорить, да. Четверть населения страны, это их работа, это их учеба, это их повседневные дела. Как можно не обращать внимания на подобную сферу? То есть тут, безусловно, очень важно, вот ведь обсуждались вопросы, которые связаны с материальным обеспечением, да, и самые такие сложные вопросы и касающиеся всех, вопросы питания, вопросы подвоза детей, вопросы обеспеченности школы необходимым оборудованием, ремонта этих школ, и все вот это вот, это вещи, которые, конечно, должны быть постоянно на контроле. И то, что глава государства неделю назад раскритиковал, сказал, мне не надо все эти парадные отчеты для галочки, а мне нужны реальные сведения, и вот у вас есть проблемы там, 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 и эти проблемы надо устранять. Ну, это, по-моему, очень правильный подход, и мы видим, что слова не расходятся с делом. Поручение главы государства было дано, через неделю уже весь совет министров сидит и разбирает эти вопросы, потому что они действительно касаются всех министерств в том числе. Дети — это наше будущее, и не только будущее, они наши настоящие, они живут, это касается вообще, на самом деле, система образования, все же так, она касается всех, потому что дети — это чьи-то дети, у них есть родители, которые также вовлечены, погружены во все эти особенности, и вопросы, которые обсуждаются, они затрагиваются практически всех граждан нашей страны. Так или иначе, это система, которая всех охватывает своим влиянием, своим вниманием. Поэтому здесь на что надо обратить внимание, что выделяются большие средства, очень большие. Было озвучено нашим премьер-министром порядка 10 миллиардов совокупного бюджета, консолидированного бюджета. Огромные деньги. Огромные деньги выделяются на сферу образования. Что бы там кто ни говорил, что нас плохо учат, что у нас учителя получают маленькие зарплаты. На самом деле, достойно на самом деле могут учителя сегодня зарабатывать в школе. Большие средства тратятся именно на материальное обеспечение, на учебники, на здания, на все необходимые материалы, на компьютеры, на обеспечение вообще самой жизнеспособности этих учреждений. Это о чем говорит? О внимании государства. Вопрос уже к тем, кто на местах расходует эти средства, кто на местах отвечает за организацию образовательного процесса, за организацию процесса питания детей. Вот этот вопрос к ним, к исполнителям. То есть уже со стороны центрального руководства сделано максимально. И теперь вопрос за нами, скажем так. Ну вот если очень-очень кратко уже в финале нашей программы в факультете журналистики БГУ готов к Новому году учебного? Готовимся, готовимся и будем готовы. Ну, фактически мы уже набрали своих студентов, я их уже всех видел, вот, первокурсников. Те, кто продолжают учиться, они продолжат в нормальном режиме. Обеспечим всех первокурсников жилыми местами общежития, если у них есть в этом потребность. Профессорско-преподавательский состав работает над изменением учебных программ в связи с тем, что мы поменяли учебные планы, универсализировали специальность. Вот, ведутся переговоры о улучшении материально-технического момента. То есть у нас есть потребности в новом оборудовании. У нас, вот, там сейчас сделали ремонт в телепавильоне. Делаем сегодня все для того, чтобы студенты могли на современном высококачественном оборудовании постигать основы и телепроизводства, и фотопроизводства. Вот, могли учиться работать и прийти вам на смену в газету, на радио. Я вот только хотела сказать, что растите нам конкурентов. Растим, растим. Но это не конкуренты, это помощники. Нет, действительно, это новое поколение. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был декан факультета журналистики БГО Алексей Викторович Беляев. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире «Альфа-радио» с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Всем отличного дня. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Алексей Викторович, спасибо за интересную беседу. Спасибо вам и хорошего дня нашим слушателям. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok